Это программа День с толком. В студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. QR-коды за антитела. Минздрав утвердил новые правила выдачи ковидных пропусков. Легко ли их получить? Агрессивное, но поддающееся лечению. Онкологи со всей России обсудили в Барнауле, как лечить рак мочеполовой системы. Конфеты, батончики, печенье. Сколько сладостей в новогодних подарках для детей. В крае снижается рост заболеваемости ОРВИ. На данный момент остаются закрытыми два детских сада и 10 школ. Как сообщает Роспотребнадзор края, за последнюю неделю зарегистрировано чуть более 33 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ. Болеют как дети, так и взрослые. Отмечается циркуляция негриппозных вирусов и вируса гриппа типа А. Специалисты Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики. Носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки с мылом и применять антисептик. К тому же продолжается вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито чуть более 26% населения. С января 2022 года получить QR-код можно будет при наличии антител к коронавирусу и отрицательного ПЦР-теста. Это решение Минздрава России. Такая мера призвана упростить жизнь тем, кто переболел COVID-19. Но почему же всем уже перенесшим заболевания станет легче попадать в разные общественные места? В следующем сюжете. У меня было достаточное количество антител. Я до этого болел. Я пошел, поставил себе. Главврач Федерального центра травматологии и ортопедии Владимир Пелегончук с пандемией борется радикально. Привил себя и 99% коллектива. Остальные с медотводом – одна антипрививочница. В препарате и ограничительных мерах эти врачи ведут единственный способ обезопасить свое здоровье. Однако в вопросе выдачи QR-кода более лояльны. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с января 2022 года получить код можно будет с наличием антител. Но важный момент. Помимо этого у человека должен быть и положительный ПЦР-тест. А у того, у кого есть антитела, но нет ПЦР. У нас же многие безсимптомно переболели. А у них хороший титр антител. Чисто клинический, как клиницист. Я поддерживаю и об этом дальше говорю. Что да, нужно человеку выдать документ, что он переболел, у него уже есть антитела. И он совершенно спокойно может дальше работать и посещать все места массовые. Какие антитела? Раз. Второе. Здесь необходима стандартизация. Какой уровень антител мы можем брать за основу для того, чтобы выдавать QR-коды. Какими-то системами проводилось исследование. По мнению других специалистов, понимание государством политики принятия решений в отношении переболевших и вакцинированных только начинается. Оттого слишком много белых пятен. Сейчас длительность кода по умолчанию 6 месяцев. Однако по уровню антител нельзя точно определить дату болезни. И что тогда брать за отправную точку для расчета срока QR-кода? Еще один большой нюанс. Контакт с вирусом, считают местные врачи, не дает стопроцентной гарантии иммунитета от короны. Сейчас ведь очень много среди нас находится людей, которые инфицированы коронавирусной инфекцией. И здесь не факт, что этот человек переболел. Он мог просто контактировать с больным коронавирусной инфекцией. В этом плане организм может отвечать на встречу с вирусом, выработкой антител. И вот в этом еще один аспект неоднозначности принятия такого решения. Большинство врачей говорят, доживем до января и ситуация станет понятнее. В разработке конкретных норм опираются на исследования, которые еще продолжаются. Кстати, по мнению медиков, стойкость к вирусу определяет не столько уровень антител, сколько клеточный иммунитет. Однако диагностировать его возможно, но сложно. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. 43-летняя учительница, участница резонансного ДТП в Тольменском районе, в котором погибли трое детей, предъявлено обвинение. По данным сотрудников отдела по расследованию особо важных дел, женщина, управляя автомобилем, нарушила правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Она не выполнила требования, запрещающего сигнала светофора на железнодорожном переезде, что и стало причиной столкновения со снегоуборочным поездом. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства по уголовному делу, а также проводят проверку по поводу того, как в школе организуют проезд детей к месту учебы и обратно. Напомним, дети учились в школе села Луговое, а жили в Наумово. После отмены уроков они должны были полтора часа ждать автобус, поэтому учительница повезла школьников сама. В итоге, в результате столкновения автомобиля с поездом, трое детей погибли. Сама педагог и еще один ребенок выжили. Серьезными травмами они находятся в больнице. Алтайский край потратит 21 миллиард рублей на путинскую догазификацию. Этот вопрос, а также тему развития дорожной инфраструктуры региона обсудили на заседании правительства. Дороги, пожалуй, главная боль россиян, в том числе и жителей Алтайского края. Люди ежедневно жалуются на плохое состояние дорожной сети региона. А между тем на ремонт и содержание дорог уходят миллиарды рублей. Заместитель министра транспорта на заседании правительства пояснил, что в этом году план по реконструкции дорог выполнен в полном объеме. На обновление 64 краевых и 45 объектов местного значения в Барнауле, Бийске, Новоалтайске потрачено свыше трех миллиардов рублей. В текущем году установлено пять комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, город Барнауле. И два пункта весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Общий задел дорожного фонда в 2021-м превысил 14 миллиардов рублей. На эти деньги реконструировали более 800 километров дорог и 10 мостовых сооружений. Также привели к нормативу 80 километров федеральных трасс. Губернатор Виктор Томенко выступление профильных чиновников выслушал, но не услышал важного в итоговом отчете. Какие-то происходят события, которые приводят к тому, что была дорога или дорожное сооружение в порядке, что-то случилось, паводок, авария, еще что-то, значит, пришел не в порядок. Вот этого объема потерь я что-то нигде не вижу. А он ведь происходит. Второй вопрос в повестке заседания газификация. Министр строительства и ЖКХ Края Евангелев доложил, что уровень газификации в регионе порядка 16%. Природным газом пользуются около 360 тысяч жителей. В 2021 году на мероприятие по газификации в краевом бюджете предусмотрено 400 миллионов рублей. На данные средства планируется построить 70 километров газовых сетей, благодаря чему возможность подключения к природному газу появится у почти 2000 домовладений. Евангелев также добавил, что за счет собственных средств Газпром проектирует и строит магистральные и межпоселковые газопроводы. Это стало возможным благодаря соответствующему соглашению. Соглашение о реализации программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на период 2021-2025 годы. В соответствии с соглашением за пять лет ПАО «Газпром» инвестирует в Алтайский край почти 60 миллиардов рублей. Кстати, часть федеральных средств в 55 миллиардов рублей будет направлена на строительство магистральных газопроводов в направлении Рубцовска и Славгорода, пояснил чиновник. А правительству края, в свою очередь, нужно выполнить план по внутрипоселковым газопроводам и котельным. Валентина Аскерова, День с толком. Список должностей для муниципальных служащих региона стал шире. В него внесли три новые должности, на которые могут претендовать сотрудники администрации городов и районов края. Закон об этом сегодня приняли алтайские депутаты. Что он даст и о других решениях заключительной в этом году сессии парламентариев, расскажет Анастасия Дороган. Дополнительный контроль за расходами краевого бюджета утвердили сегодня депутаты. Счетная палата края расширили полномочия. Теперь она будет следить за внутренним и внешним долгом региона, социально-экономическим развитием края. А те, кто отвечает за контрольно-счетный орган в городах и районах, получили статус муниципальных служащих, что должно привлечь кадры на эту должность, полагают разработчики. В 9 из 69 муниципалитетов этот орган еще комплектуют. Задача у него важная. Ограниченные финансовые ресурсы, денег не так много, к нам бы хотелось, поэтому очень важно их использовать эффективно, по целевому назначению. Как раз контрольно-счетные органы этим и занимаются. Существует внешний финансовый контроль. Это в целом будет способствовать большей самостоятельности, независимости при осуществлении внешнего финансового контроля и аудита. Еще одна новость. Комитет по промышленности, предпринимательству и туризму создает экспертные советы для каждого направления, чтобы не опаздывать с рассмотрением общественных проблем. В состав нового органа войдут сами депутаты, представители исполнительной власти и предприниматели. Надеемся, что в апреле мы соберемся экспертными советами вновь, для того, чтобы уже в планы нашей правотворческой деятельности и работы на второе полугодие появились те вопросы, которые отработаны в рамках советов. В заключительную сессию итоги подвел губернатор края Виктор Томенко. Он обозначил, что на 2022 год у региона большие планы. Наши финансовые возможности укрепляются. Но важно понимать повестку дня. А она включает в себя борьбу с коронавирусом, прохождение отопительного периода, транспортные проблемы. И напоследок депутаты выполнили еще одно важное поручение. В рамках акции «Елка желаний» каждый из них оставил под елью подарок для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Куклы, коньки, лего – все, чтобы в новогоднюю сказку поверил каждый ребенок. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. В крае растет число онкоурологических больных. Ежегодно злокачественные образования мочеполовой системы одного из самых агрессивных видов рака выявляют больше, чем у 120 жителей региона. Но несмотря на всю опасность таких опухолей, лечат их все эффективнее. Далее слово Анаре Шагировой. Вот уже 20 лет подряд растет число онкологических заболеваний, связанных с мочеполовой системой. Самые распространенные виды рака – предстательные железы, мочевого пузыря и почки. Каждый год взрослых пациентов с подобными патологиями выявляют на 100-120 человек больше. Кто-то предрасположен к болезни генетически, у других опухоли возникают из-за вредных привычек, говорят врачи. Вот эти риски, они действительно с этим очень сильно связаны. Курение, алкоголь, профессиональные вредности, связь с химикатами, с производными каких-то химических продуктов, бензин, нефть, газ. Это все факторы серьезного риска. Благоприятный исход зависит от стадии заболевания. 90% пациентов с первой и второй имеют все шансы на ремиссию. Но и на поздних стадиях шансы есть. Сегодня мы имеем возможности получения длительных пролонгированных ремиссий у тех пациентов, которые сегодня не могут быть радикально излечены. То есть в тех ситуациях, когда, к сожалению, опухоль становится неудалима, в тех ситуациях, когда опухоль выходит за границы предполагаемых резекций, существует лекарственная терапия. Это лекарственная терапия сегодня достаточно эффективный метод лечения. И при правильном подходе это позволяет перевести заболевание в хроническую форму и таким образом продлить жизнь наших пациентов, ну, можно сегодня говорить, годами. Для лечения применяют химиотерапию, гормональную, иммунотерапию, так называемую таргетную, наиболее щадящую. Последний метод способен полностью уничтожить опухоль, практически не навредив здоровым клеткам. Благодаря новейшим методикам в последние годы врачи уже стали относить онкологию к хроническим заболеваниям, таким как сахарный диабет, гипертония или бронхиальная астма. А при грамотной медицинской поддержке убеждены онкологи, с излокачественной опухолью жить можно. Важно только обращать внимание на возможное прогрессирование болезни. И если это, к сожалению, случилось, как можно быстрее обращаться к специалистам. Рейд по снегоходам прошел в Алтайском крае. Такие ежегодно проводит Гостехнадзор. Инспекторы выходят на популярные маршруты, чтобы проверить, насколько транспорт любителей экстремального вождения отвечает требованиям безопасности. Что грозит тем, кто их игнорирует? В сюжете Анастасии Наборщиковой. Кануть в лету или, проще говоря, уйти под воду на снегоходе. Сегодня эта машина уже не игрушка. Чтобы сесть за руль снегохода, нужны права, регистрация и техосмотр. Так, срок технического осмотра у нас с вами заканчивается. Рейд по снегоходам ежегодный. Уже 20 лет сотрудники Гостехнадзора внимательны к любителям экстремального вождения. Если в начале нулевых на учете в Алтайском крае стояло 20 машин, то сегодня уже более 3000. Хотя незарегистрированных снегоходов может быть не меньше. Особых нарушений не выявлено. Единственное, у одного из владельцев, заканчивая срок прохождения технического осмотра, мы с ним определились по оказанию государственной услуги, определили место и время проведения технического осмотра. То есть данные владелец в ближайшее время технический осмотр пройдет. Но есть и те, кто противится закону. В этом году заведено 4 уголовных дела. За руль водители снегоходов садились либо пьяными, либо без водительского удостоверения. В итоге из 4 нарушителей один в коме, трое скончались. С одним из водителей был пассажир, который тоже умер на месте. Снегоход мне нужен был для работы. С чем пришлось столкнуться? Тяжело было оформлять документы? Документы нет. Все просто и легко. Купил, пришел и сразу все оформил. С момента покупки у владельца есть 10 дней на регистрацию. Иначе штраф от полутора до десяти тысяч рублей. Своевременное оформление документов позволит не только избежать штрафа, но и спасет снегоход от угона, а диких животных – от браконьеров. Цель вашей поездки? Туристическое, развлекательное. Поэтому мы рекомендуем вам, Сергея Викторовича, выбрать другой маршрут. На этот раз проверку гостехнадзора совместили с рейдом МЧС. Погода этой зимой то минус, то плюс, поэтому лед на реке не окреп. И для водителя это одна большая яма. Где провалишься – на льду или во время проверки – неясно. Артем Гусельников, Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Школьные елки в этом году состоятся, несмотря на действующий запрет массовых мероприятий. Об этом сегодня сообщила замминистра образования и науки края Галина Синицына. Новогодние елки проведут с соблюдением рекомендаций главного санитарного врача и Министерства образования региона. В каждом классе проведут праздник без посторонних лиц, в том числе родителей. Правда, последним запрещено посещать мероприятия массово. А вот двум-трем присутствовать все-таки можно. Но этот вопрос нужно предварительно согласовать с классным руководителем. Остальные родители смогут посмотреть праздник по фото- и видеосъемке. Но и к присутствующим на елках определенные требования. Можно иметь QR-код, свидетельствующий о наличии вакцинации или другой такой подтверждающий документ. Это обязательно маски, это обязательно дистанция, то есть нельзя близко там подходить. Ну то есть вот все санитарные нормы, которые полагают. Что касается мероприятий, которые пройдут в первую декаду января, с планом их проведения ознакомиться можно на сайте «Алтайские каникулы». Также известно, что в длинные праздники пройдут очные и заочные профильные смены для одаренных детей, участников Олимпиад, юных инспекторов дорожного движения и форум для детей и молодежи лидеры Сибири. Все очные встречи проведут с учетом ограничительных мер и санитарных норм. Более 130 тысяч детей получат новогодние подарки от губернатора края. Их доставят в районы и школы региона. Всем учащимся с 1 по 4 класс угощения вручат на школьных елках до 29 декабря. Сегодня подарки доставили уже в 44 муниципалитета. Что вошло в праздничный набор в этом году, расскажет Анастасия Болотина. Больше 100 тонн конфет, батончиков и печенья. Столько местная кондитерская фабрика выпустила для детей к Новому году. Каждому достанется набор, в котором больше 40 конфет с глазурью, орехами, сливочным десертом или фруктовыми начинками. Есть батончики, в том числе новинка фабрики «Двойная радость». В этом году, говорят в Министерстве образования, стоимость набора немного выше прошлогодней. Но сумму не называют. По стоимости, конечно, подарок в этом году выше. В связи с повышением цен на сырье, на сопутствующие все материалы, картон и так далее. Поэтому, конечно, он стал немножко дороже. Но вместе с тем, производитель выдержал практически по количеству конфет и по весу требования прошлого года. Сладости изготовили в начале ноября. Но все они свежие и качественные, уверяют производители. Мы проверяем все молочные продукты. Это изгущенное молоко, сухое молоко, которое входит в рецептуры наших продуктов. Какао-продукты, яичные продукты. То есть, очень большой контроль именно на подлинность и безопасность продукта. Помимо конфет, в набор входит и интеллектуальный подарок. Настольная игра «Машина времени». Она, считают сотрудники Минобра, поможет школьникам узнать много интересного о науке и технологиях. Эта тема – символ уходящего года. А вот фруктов в наборе не наблюдается из-за коротких сроков хранения. В целом, губернаторские новогодние подарки получат больше 130 тысяч детей края. В том числе, воспитанники детских домов и интернатов. Анастасия Болотина. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции – 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok